Всем здравствуйте! Сегодня хочу приготовить меренговый рулет. Это просто воздушное облачко из кондитерских изделий, которые только есть. Очень мне нравится этот рецепт. Готовится максимально просто, а удовольствия максимально много от него. Поэтому берем 200 мл яичного белка. Если вы не на чем взвесить, то это, если у вас сорт первый, то это 6 яиц. Если отборка, то 5. У меня первый сорт, поэтому 6 яиц. Желтки отделяем от белков. Желтки, когда у вас остаются, можно сделать майонез домашний из них. Можно их заморозить и использовать, когда нужно. А можно сделать качапури по-отжарски. Туда тоже идут желтки. Самое главное, чтобы не попал ни капли желтка, чтобы миска у вас была не металлическая или пластиковая, лучше стеклянная. Вся посуда, которую вы вымешиваете, безе или меренгу, не должна быть металлической. Ни капли воды. Яйца должны быть из холодильника, охлажденные. Тогда у вас все получится. Кто знает, когда кондитеров обучают, что взбивание белков проверяется переворачиванием миски. Если белок не выпал, значит, он нужна консистенция. Лучше всего взбивать обычным миксером. У меня, к сожалению, миксер сломался. Сегодня буду взбивать венчиком. Тоже получается, но просто дольше. Поэтому, если у вас есть миксер, пользуйтесь миксером. Это гораздо упрощает процесс. Перед приготовлением обязательно моем яйца в трубу, чтобы ничего не попало. Также нам понадобится лимонная кислота. Буквально щепоточка. Для более плотного взбивания щепотка соли. Позже 200 грамм сахара и столовая ложка крахмала. Может быть, меня сейчас кондитер закидает тапками и скажет, что крахмал нужен именно кукурузный. Но не нашла кукурузного, взяла картофельный. И, поверьте, ничуть не хуже, ничего не испортила. Так что мы дома. У нас вполне устраивает и такой вариант. Итак, сначала на небольших оборотах взбиваем до пенки. Когда пенка начнет взбиваться уже, такая белая, и подниматься, тогда добавляем понемногу порциями сахар. И взбиваем дальше. Если у вас миксер, у вас это займет минут 10. У меня это увеличится в раз и не меньше 20 минут. Когда у вас получается вот такая, я бы сказала, мыльная пенка, начинаем добавлять сахар. Сахар желательно брать самые мелкие, либо сахарную пудру. Итак, добавляем сахар и продолжаем взбивать. Я взбила белок. Посмотрите, вот у нас не течет с венчика. Очень устойчивые пики. Теперь я беру столовую ложку крахмала без горки. Примерно так. У вас должно быть 30 грамм крахмала. 30 грамм это столовая ложка. И вот так вот по всей поверхности его распределяю. Дальше либо лопаткой. Если у вас миксер, лучше лопаткой. У меня блендер, у него обороты не такие большие. Поэтому я на самых маленьких оборотах аккуратненько этот крахмал вмешаю в белок. Все прекрасно промешалось. Теперь я распределяю этот белок на противень. На противень обязательно стелим пергаментную бумагу или силиконовый коврик. Пергамент стелим блестящей лощеной стороной вверх. И выкладываем белок полностью весь. Сначала вам покажется, что его много. Но нет, его вполне достаточно. Теперь берем какую-нибудь лопатку и аккуратненько делаем слой этого коржа приблизительно сантиметр, полтора. Примерно так. Видите, какая масса, как она хорошо держит форму. Она не растекается. К тому времени, как вы уже готовы будете поставить противень, духовка ваша должна быть нагрета до 140 градусов. Потому что белок не любит стоять. У него его пузырьки слопываются и нападают. Поэтому духовка должна быть уже горячей, чтобы когда мы поставим наш тропин, белок моментально схватился. Готовиться наш корж будет приблизительно 30-40 минут. Если у вас какая-то сторона духовки печет сильнее, то не забывайте, переворачивайте, чтобы он не пропекся до конца. То есть наша цель, чтобы наш белковый корж пропекся сверху, была корочка и с обратной стороны, а серединка была мягкая, чтобы он скрутился в рулет. Если у вас он пропечется полностью, то он будет крошиться и ломаться, и у вас не получится его свернуть. Будет, конечно, вкусно, но и очень эстетично. Поэтому каждый знает свою духовку. И смотрите сами, переворачивайте. Не допускайте подгорания. И вот краешки желательно тоже, чтобы они были не тонкие, а то обычно середина толще, а края тоньше. Вот эта вот сторона, это у нас будет вверх. Поэтому, если вы хотите еще красивее, можно взять кондитерский мешок и выложить этот белок каким-нибудь рисунком. Но я не вижу в этом смысла, потому что мы скручиваем, он будет немножко трескаться, и в любом случае этот рисунок будет нарушаться. Итак, отправляем в духовку на 30-40 минут. Корж наш готов. Меринга испеклась. Вот видите, какой цвет. Нежно-нежно карамельный, очень красивый. Сверху корочка, внутри вот он проминается, внутри мягкий. Вот до такого состояния нужно испечь наши белки. У меня это за него приблизительно 35 минут. Сейчас мы даем этому коржу полностью остыть, а за это время делаем крем и начнем собирать наш рулет. Крем у меня будет заварной. Рецепт заварного крема я прикреплю в ссылочке. У нас есть видео, где я готовлю трубочки с заварным кремом. Там все подробно описано. Я вам сейчас просто скажу количество ингредиентов, чтобы напомнить. Нам потребуется пол-литра молока, 100 грамм сахара, 4 желтка, кстати, желтки, которые у нас остались от белков, нам пригодятся. И 30 грамм крахмала, столовая ложка. Я пошла готовить. Корж остыл. Крем готов, он тоже остыл. И еще я добавлю ягодки. Если у вас есть какие-то другие ягоды, добавляйте их. Это вообще не имеет никакого значения. Можно взять клубнику, например. Можно вообще не брать ягоды. Итак, я накрываю вторым листом пергамента на скотч. Чтобы перевернуться. и снимаем пергамент с нижней части. С полностью остывшего коржа легко снимается. Вот это у нас внутренняя часть. Я сейчас беру крем. Смазываю. Кстати, сюда еще очень хорошо идет обычный масляный крем. Сливочное масло со сгущенкой. Можно с вареной, можно с обычной. Прекрасно сочетается. И хорошо идут сюда орехи. Миндаль, арахис. Итак, все равномерно. Произвольно раскладываю ягодки. Они у меня замороженные, чтобы не попала жидкость. Лучше по одной штучке дать. Много ягод класть не стоит. Тут именно смысл в том, чтобы эти ягоды дали легкую кислинку. Можно использовать джем. Но джем, мне кажется, что он сладкий. А вот тут ягодки именно будут освежать и разнообразить вкус. Все, я считаю, что достаточно. Теперь самое главное, его нужно аккуратненько свернуть. Я вам советую, если какой-то край у вас больше подсох, то его, с него начинать закручивать. вот такой рулетик. Сейчас я его заверну в пергамент и уберу в холодильник минимум часа на два. И потом его спокойно можно будет резать и подавать с собой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Домашка Субтитры создавал DimaTorzok